Морозовская красная зона И они там, каждый работает за четверых И уже на следующий день прискакали телевидение областное Телевидение санкт-петербургское Чтобы создать ролики опровержений Как они все обеспечены средствами индивидуальной защиты Как им хорошо работает, как все исполняется Как они покупают себе автомобили, работая в этой красной зоне И вот когда в этот день, уже поздно вечером, приехала СЭС областная И все эти актеры, вот эта вся массовка уже разошлась по домам Выяснилось, что конкретно там, где рабочее место Корчаги Марина Юрьевна Которая работала в этот день, не в шлюзе Они не нашли перчаток И вот наш лидер Владимиров Геннадий Петрович Забросил этот документ ФСС И вот пришел ответ из областного Роспотребнадзора Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области В декабре 2020 года проведено административное расследование В отношении к Бузлов, Севоложской, КМБ, Морозовская Городская больница в связи с показом по телевидению сюжета А также публикацией в информационно-телекоммуникационной сети интернет Информации об отсутствии средств индивидуальной защиты У медицинских работников Морозовской городской больницы Оказывающей помощь больным COVID-19 В ходе расследования факта опубликованы средства и масса информации А также изложенные в вашем обращении Подтвердились части недостаточного обеспечения сотрудников медицинской организации Морозовская городская больница КБузлов, Севоложской, КМБ Средствами индивидуальной защиты А здесь мы машем ручкой губернаторю Дрозденко Товарищ губернатор, вас обманывают ваши же подчиненные Непосредственно главный врач Шипачев А также его начальник, начальник этого комитета по здравоохранению Ленинградской области Валик Жаин, который утверждал, что все есть, все обеспечены И прикрывали вот это вот, что творится и творилось в красной зоне Морозовской больницы СЭС приехала после как раз вот этого репортажа одного-второго Когда уже все актеры, они разъехались по домам И вот когда они прибыли, они не могли найти эти перчатки Ни в красной зоне, ни посредственно на рабочем месте активиста Корчаги Марины Юрьевны Вот Марине Юрьевне объявлен выговор за то, что нет перчаток, которых там и не было И она уволена Напоминаю, требование профсоюза действий восстановить До судебном порядке активиста нашего профсоюза Корчага Марины Юрьевны на прежнем месте работы А также прекратить травлю медицинских работников по профсоюзному признаку в Ленинградской области Из вышесказанного становится понятно, почему профсоюз действий требует уволить несправившихся со своими обязанностями чиновников Валикжанина и Шипачева и поставить на них место других, которые будут справляться с выполнением своих обязанностей Ну а все, кто еще не вступил в профсоюз действий, объясняю Вот эти вот все действия, которые мы сейчас ведем, то есть всякие обращения в надзорные органы на нашем сленге называется сервисный профсоюз Но сила профсоюза не в сервисности, а сила в коллективных действиях по заключению коллективного договора Потому что, сами понимаете, но обращаемся мы в суд по одному-двум пунктам А коллективный договор подразумевает 300 пунктов, которые можно заключить буквально за несколько дней, но может растянуться на несколько месяцев Это не сопоставимо с теми затратами, которые уходят именно временными, которые уходят на отстаивание каких-то одного-двух пунктов Поэтому вступайте в профсоюз действия, пишите заявление, отправляйте на почту vgp67.mail.ru И мы будем вместе бороться за улучшение прав минимум во Всеволожской клинической и городской больнице Ну и будьте здоровы! А пока, пока!